Дорогие братья и сестры, когда мы заходим в Храм Божий и хотим помолиться, хотим, чтобы Господь услышал нашу воплю и воздыхание, хотим, чтобы Господь исполнил наше прошение, мы должны вспомнить притчу о мытаре и фарисее, вспомнить, как молился фарисей и как молился метарь. Молитва мытаря была принята Богом, а мытарь фарисея нет. Мытарь ушел с Храма Божия, более оправдан, чем фарисей. Мытарь всю службу молился с воздыханием, с плачем, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И Господь оправдал его. Вот если мы всю службу будем вспоминать об этом мытаре, а самое главное о том, что Бог такую молитву принимает, тогда мы не будем в храме ходить по сторонам без надобностей, мы не будем приниматься с ноги на ногу, какие-то мысли свои думать, рассеянно молиться, прознословить, шутить, улыбаться, болтать. Мы не будем рассеяны и в нашей повседневной жизни. Мы, где бы мы ни были, будем собраны в молитве, в молитве мытаря, с сокрушенным и покаянным чувством, и так проводить весь день. И к концу дня получить от Бога отпущение грехов, получить оправдание, как тот мытарь. Он помолился с таким чувством и получил оправдание. Братья и сестры, это нужно хорошо запомнить. Если мы хотим себе оправданий, если мы хотим милости Божьей, то нужно всегда иметь сердце мытаря. Тот, кто об этом не заботится, тот, кто еще не имеет сердца мытаря, тот еще имеет сердце фарисея. Тот еще не осознал до конца, что он тяжкий грешник и нуждается в прощении грехов. Тот еще не увидел всю бездну в свое падение, в свое ничтожество и в свое окаянство, и в свое непотребство, и в свое плачевное положение. Кто еще шутит, смеется, веселится, гогочит, прознословит, болтает, то на службе стоит нерадиво, лениво, ходит безнадобности, стоит с рассеянной молитвой, с рассеянными чувствами. Тот, братья и сестры, еще не стяжал сердце и молитву покаянную, молитву мытаря. Братья и сестры, мы должны учиться у этого кающегося мытаря. Такую мытую Господь принимает. Такой молитвой Господь нас Иисус Христос и учил. Така им это Ему угодно. И такою молитвою мы получаем прощение грехов, отпущение, оправдание и спасение. Аминь.